Добрый день! Начинаем нашу очередную встречу с подписчиками проекта Меднаука. Ну и слушаю ваши вопросы, пожелания, предложения. Желательно не только от постоянных участников. Я хотела спросить про побочное действие флоксетина. Я лечусь где-то почти полгода. Все хорошо, только глубокий сон беспокоит, что сон ухудшился, качество сна упало. Я вроде засыпаю нормально, но сплю некрепко и часто просыпаюсь в последние, наверное, месяца 4. Периодически пила таракс, как-то не очень. Периодически мне выпустили тареледжен, как-то тоже, может быть, на час больше глубокого сна и все. И потом еще хочется пить весь день. Глубокого сна не больше часа, парень. Что вот еще можно с этим сделать? Мне говорили, что мне 5-1 минуту выписать. Ну, могут выписать. Смотрите, здесь ситуация такая. Вы флоксетин в какой дозировке принимаете и в какое время? Да. Утром пьем. Было 40 мг, теперь недавно стало 20. Там тоже стало. Ну, флоксетин – это стимулирующий антидепрессант, поэтому потенциально он может действительно ухудшать сон. Поэтому, собственно, принимается он в утренние часы, в крайнем случае утром-днем. Сейчас, если вы уменьшили дозировку, как давно вы это сделали, кстати? Ну, буквально на днях совсем недавно. Ну, возможно, возможно, да. Возможно, у флоксетина большой период полувведения, поэтому возможно, что в течение недели-двух ситуация может улучшиться. В отношении использования гипнотиков для достижения более глубокого сна – это достаточно тупиковое направление. Потому что, когда вы используете там аторак, стрелледжен, квитиопин – не суть. Вы, да, вы углубляете состояние сна, но это не естественный, не физиологический сон, это медикаментозный сон. И, соответственно, вы можете получать эффект обратный, эффект флоксетина, в плане того, что он дает некоторую активацию, он дает более хорошее настроение. А аторак сонок уже слегка? Да, 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 да. Ну, это действует противоположное флоксетину отчасти. Поэтому, конечно, это не самый оптимальный вариант. А если пару раз в неделю пить? Мне говорили, если не каждый день, то нормально. Что именно? Аторак сонок, аторак сонок, аторак сонок, аторак сонок, аторак сонок, аторак сонок ежедневно? Можно, конечно, но зависит от того, насколько у вас выраженное нарушение сна. Потому что если вы совсем плохо спите, то понятно, что 2 дня в неделю спать – это не очень хорошо. Ну, конечно, хотелось бы лучше. И второе побочное действие, мне кажется, на зрение ухудшается. Но я еще не ходила как окулист, но мне кажется, близоруко стало больше. Тоже. Может ли это быть вообще связано? Ну, усиление близорукости мало, вероятно. На что надо обратить внимание. Если у вас нормальное внутриглазное давление, то проблем быть не должно каких-то вот таких вот. Если повышенное внутриглазное давление, надо быть, конечно, очень осторожным. Потому что это противопоказание для почти всех антидепрессантов. Надо быть. Вот. В плане фокусировки зрения, аккомодации, вот в этом плане могут быть некоторые проблемы при приеме антидепрессантов. И за счет этого может снижаться острота зрения. Но это надо у офтальмолога уточнить, что именно пострадало больше. Ну, из-за чего хуже зрение. Как будто кожа, но я не уверена, что это не совпадение. Может, совпадало, может, нет. Вот еще один вопрос. Недавно я начал больше работать, ну, ввиду все-таки такой финансовой просадки. У меня возникла проблема, которая, допустим, была уже достаточно давно. Допустим, вот, когда я строил лачу вместе с одним своим родственником, мне приходилось там, ну, по жару, там, лопаты, короче, махать, все такое. Ну, я уставал, прям очень сильно, прям переутомлялся. Вот. И перед сном, каждый раз, когда я встал, у меня такое состояние было, когда проваливаем сон, и одно такое ощущение, как будто я сейчас работаю в данный момент. Угу. У меня, там, такое напряжение, такое ощущение изнутри, да? И я только, короче, выхожу в это вот состояние полуепнотическое, я отдаю себе установку, что, типа, я сейчас не работаю, я сейчас не буду спать, сейчас все хорошо. Вот. И, как бы, с чем это связано, с чем это может быть? Ну, во-первых, психиатрия интерпретирует не абсолютно все состояния человека, которые только случаются в его жизни, да? Мне кажется, что это может. Поэтому я бы не сказал, что это является чем-то вот таким вот именно болезненным, что требует лечения или там вообще каких-то действий медицинского плана. Ну, скорее всего, просто вы вошли в этот режим, и, соответственно, организм просто плохо переключается, и все. То есть, на мой взгляд, тут к психиатрии, к медицине это отношение как такового не имеет. Да, да. Да, да. Ну, как вы знаете, детская психиатрия очень бурная, не однозначно. Какие у меня, по-моему, диагнозы, которые можно поставить человеку? Ну, я вот сам, как-то один из фото-психиатрии. А то вы даже можете признать, но вот тут вот, вот у него один взял брендом. А они все мы ставили от peso сильный рост. Как я знаю, есть цикл «Семия», «Беподарная» и «Южда». Да? Какое расстройство вам ставили, я не понял. Ну, не ставили, а вообще нет. А другой, как я считаю, будет порядок. И я хотела вас спросить, вот самый важный вопрос, чтобы было время всем ответить, согласиться, как вы знаете, я считаю, что много действий, права в памяти, так что человек не понимает, где он приезжает, что он поделился. Ну, это не типично, так скажем, для шизоаффективного расстройства. Ну, как правило, вот такие ситуации, да, когда человек утрачивает воспоминания на какой-то период, это связано с какими-то там, ну, либо диссертативными конверсионными расстройствами, да, вот, это не что-то, что должно быть при шизоаффективном. Но, с другой стороны, это не исключено на 100%. То есть, это не значит, что если диагноз шизоаффективное расстройство, то автоматически никаких диссоциативных состояний возникнуть не может. То есть, это, если есть, то это два процесса могут быть по отдельности. Да, дело в том, что у меня есть сперсионизация очень сильная, ну, прям очень мощная. Она сейчас есть, но если вам утикает, ну, только стоять. Просто, ну, я уже с тобой купил паблетку в гофе, я только-только начинал ходить из этого состояния сперсионизации, который был лечевым симптомом. Угу. 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 Так, значит, смотрите, здесь встреча подписчиков, а не консультация, поэтому пересказывать мне весь анамнез, какие лекарства вы принимаете, какие дозировки, какие состояния были, сколько было госпитализации, куда именно и на сколько дней, это совершенно не обязательно. Вы можете здесь задать вопрос. Извините, я бы не спросила, если бы вы не спросили девушек, так бы я понимаю, этот вопрос не знал, потому что я понимаю, это формат встречи. Да, ну, хорошо, вопрос в чем? Вопрос – это провал памяти. То есть это не специфический симптом, синдром для шизоаффективного расстройства, если говорить про эти диагнозы. Ну, собственно говоря, и для других эффективных фазово-потекающих расстройств это тоже нетипично. Так что, скорее всего, это либо два параллельно протекающих процесса, либо может быть там что-то другое. Понял, что такое что? Окей. Николай Александрович, вы знаете, к сожалению, сейчас у вас началась беда. У меня друг, он, типа, рассказывал, тот, который, как раз, на диагнозе, вот, он говорил, мне оставалось всего лишь получить документы, когда началась судьба, все это сниму, это, как говорят, в арбонт. Соответственно, быстро пошло по этому, по технологии. 1994 год, сестра, которая возилась квартирой, сказала, что якобы он ее сломал в Европу, а никаких освидетельствий, никакого рентгена, одни слова, подговорил врачебное отделение, чтобы он забрал дальше, привезли его в эту больницу в Ганышкино, то есть, если, когда он медицинские документы, никакого состояния там не было, то есть, никакого намета на расстройство сознания, в общем-то, в артехоз, ничего там не было. Дальше быстро поставили, что в этом случае можно поставить, если хотят, ну, если дело простых, он уже сохранеет. Потом, в общем, это ставилось, разумеется, с нарушениями, я там, где посмотрел, там, я знаю, что это дело, что, может быть, еще и у них, потому что, должно быть, 6 месяцев. Быстро поставили на поло за несколько там дней, он потом у него удалось сбежать, потом через иной ход то же самое, никакой южи, такой фантазии, а до сестра не было, чтобы договорить, потому что то же самое, то же самое заявление и так далее. И потом, чтобы через 2 года, мать сказала, я куплю ей квартиру, чтобы она только отрезалась. Соответственно, через это время все это, как только купили квартиру, все это, все больше заявлений не поступало. А к нему, в общем, какие претензии не, в общем, все так же были. Поставили, не хотели от него снимать с учета, чтобы дальше 6 типичных поставили 6 на годах, то есть смотрят, что по простой форме должна быть выстрая конгредиентность, соответственно, там это не соответствует, поставили 6 типичных. Он женился, потом где-то восьмом году, в одиннадцатом даже, и не видя его, просто он никого не посещал, что он где-то женил, там запружила жены, все это. Соответственно, там у него, поставили ему паранойную жизнь, принялись заочно, так, так может быть, это вообще невозможно. То есть надо быть, конечно, какие-то симптомы, но я даже у него паранойная акцентуация, не то, что расстройство личности нервов, не то, что кровишься паранойю, личность зрения. То есть даже паранойной ситуации я его не наканула, я на него много лет. Вот. И жена бы тоже заметила бы это все. Вот. Дальше мы пошли к следующему. Конечно, садил там по свидану и так далее, прокуратуре его не принимали, даже с матерью престарелой. В общем, все такое молочение. И в конце концов, он говорит, я показывал заявление на то, что здесь есть у чиновников, то, что они мое дело не расследовали. Вот. И, соответственно, 1 июня вот этого года ему позвонили, говорят, приходите, у нас в ОСБ, на баррикадную дом 8. Он пошел вместе с женой. Ну, у него и кровать не отбирали у него. Угу. Вот. Поехали с женой на машине. Вот. И все. Дальше, по 2 часа, выходит, и тут ему говорят, ты знаешь, говорит, ну, давай тебе лучше отдавать на свитер, и это непонятно, что на этой стороне есть. Он, конечно, ему, он ни в чем не может отказаться, то есть, хотел бы отказаться, но они бы просто с силой все вызвали. Соответственно, вот эту перевозку, он там ничего не сопротивлялся. Соответственно, просто, поехали, привезли в Ганушкин. А из Ганушкина, ему удалось позвонить, ну, ученик, вот, из Грика, не отсюда, потому что непонятно, что тут вообще дальше будет. А, те услышали про этот разговор, и сразу, соответственно, на следующий день утром, рано утром, его литопировали, можно сказать, в этом, в каком он, в Троице. Угу. Троице, сейчас он находится в предыдущем обречении в этом, в первом отделении. То есть, где-то он ничего не совершал, в общем, просто так его вот, непонятно за что, вот так было. Просто за то, что, ну, в общем, жена говорит за то, что он надоел этим женам. Что делать? Конкретно, вот, по этапу, что можно, куда обратиться? Ну, что делать конкретно? Конкретно без адвоката ничего не делать вообще. Ни с кем не общаться, ни с кем не говорить, ничего не подписывать, никуда не появляться. Тут вариантов нет, потому что, ну, во-первых, конечно, ему, в принципе, не следовало бы никуда приходить самому без сопровождения адвоката, если такая конфликтная ситуация, потому что все, что он говорит, будет интерпретироваться именно в рамках его болезни. Ну, либо несуществующей болезни, но формально на бумаге она у него есть. Поэтому, соответственно, опять же, вот, жена говорит, что его туда, в троих направили, потому что он сказал то-то. Наверняка, в медицинской документации написано что-то другое, что он там был, там, или агрессивный, или неадекватен, или неадекватен, или еще что-нибудь. Она свидетель была? Она свидетель того, что как его убирали? Ну, она свидетель. Вы понимаете сами, что суд свидетельства жены в пользу своего мужа вряд ли будет рассматривать вообще. Поэтому здесь единственный вариант, который я вижу, это именно с адвокатом абсолютно все шаги дальнейшие предпринимать только через адвоката. Какие-то слова жены, слова, там, каких-то свидетелей, которые что-то видели там, в психиатрической больнице, лежали вместе с ним, они, скорее всего, ничего не будут стоить. Понимаю. Надо вот так, насколько это конкретно, что это вот такое, чтобы, ну, было вот, ну, 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 что конкретно? Конкретно ему не надо было никуда идти без адвоката. Вот это конкретно. Потому что сейчас уже все, что можно было, извините, напортачить, уже напортачено. Вот. И сейчас, даже если вот до этого, до сегодняшнего, до вот этого момента направления нас видеть, сегодня там можно было говорить, что вот он нормальный, адаптированный и так далее, то сейчас гарантированно есть куча медицинской документации, где написано, что он бульный псих. Сто процентов. То есть сейчас она собирает свидетельства об этих какого соседей, все у него только положительные. Да, 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 да. И долго, нудно, пытается через суд это протестовать. И к тому же, сейчас он решает, что он получил образование психолога вот тоже не так давно. Ну, и опять же, понимаете, это не то, что человек получил какое-то образование, не делает его психически здоровым. Понятно. Ну, поэтому это тоже не аргумент. чтобы проживать как бы она бы заметила, если бы были бы какие-то сихотопы проживать с параллельным. Вот поэтому, поэтому ему не надо было куда-то идти без адвоката. Потому что сейчас, вот с того момента, как он туда пришел без адвоката, и это по сегодняшний день, на него ведется медицинская документация. Почему его направили, почему его перевели, почему его приняли, куда его перевели, как он там себя ведет в Троицке и так далее. И все это накапливается, накапливается, накапливается. А вы просто не обвиняете, а сам заедите? Ну, тут я ничего не могу сказать про этому поводу. В общем, без адвоката ни одного шага не делать. Других тут рекомендаций нет. У него осталось только я. Человек, что-то не знает, что-то требует вам там подсказать. Жена, вот, совершенно, она даже или слабо комиссии, ремиссии, в общем, встретишь, очень-очень простой женщины, у него осталось, совершенно, ничего не к этому. Смотрите, значит, я сказал, что можно сделать, давайте мы закончим, потому что, ну, я могу только это повторить еще раз в 3-4 или 5, но от этого содержание не изменится. Еще вопросы какие-то есть? А ваше отношение к пандагаму? Потому что вот мы его вчера выписали, я посмотрел, что это такое, и у него нет исследований в основном. То есть, я не был здесь, но я не был здесь, но я не был такой строкой, что он, по сути, исследовался, вот, и используется сейчас, например, СНГ в России, и были какие-то негативные ситуации, связанные с этим, эпизоды. по поводу пандагамы, ровно, в общем-то, как и по поводу других наотропных препаратов, да, это препараты, не имеющие доказательной эффективности. Что значит не имеющие доказательной эффективности? Это не значит, что они не действуют или не работают, это значит, что они не исследовались в рамках тех протоколов, которые считаются достаточными для подтверждения доказательной эффективности по западным стандартам. Почему они не исследовались в этом направлении? Потому что практически все ноотропы, что пантагам, что фенибут, что пироцетам, они все были синтезированы в СССР, и, естественно, они проходили исследования и стандартизировались по стандартам СССР. Западных тогда у нас стандартов исследований не было вообще, они просто не делались. Соответственно, после постмаркетинговых исследований, то есть, когда препарат уже выведен на рынок, они не подразумевают исследований такой стоимости. Потому что вот исследование, ну, то, что правильно сказали, доказательная медицина и так далее, такое исследование стоит несколько миллионов долларов в самые минимальные. Самые минимальные. Для того, чтобы набрать этих исследований на метаанализ, надо потратить там 100, 200, 300 миллионов долларов. Таких денег на исследования ноотропов никто выделять не будет в принципе. Дело в том, что на территории СНГ, они и так продаются как лекарства. На Запад продвинуть их как лекарства невозможно, даже если их исследовать по полной программе, мы вон спутник попихнуть не можем на Запад никак. А уж тут-то вообще без вариантов. поэтому никто и не выделяет. То, что говорить, чтобы контраган не исследовался, он исследовался очень много, но в Советском Союзе. То есть, если вы посмотрите советские статьи или тезисы по психиатрии, по неврологии советских времен, то вы найдете массу исследований. Да, там не тот протокол, там не двойные слипы и плацебо контролируемые исследования. Ну и, собственно говоря, эффективность препарата соответствует этим исследованиям в том плане, что она не превышает где-то 60%, наверное. Контагам это неотропный препарат с седативным компонентом, то есть, у него есть небольшое успокаивающее действие, но теоретически как-то он может улучшать операционную готовность, то есть, концентрацию внимания, переключение между задачами. Каких-то прямо вот таких вот ужасных побочных эффектов и тяжелых там последствий его применения я лично не знаю, не могу сказать, не читал. Но энцефалит? М? Энцефалит, если что, значит, нет? Нет. Нет? Нет. Ну, не специфический энцефалит, да, есть, но... Как же синдром проектов? Опять же, понимаете, если это речь идет о том, что было разовое наблюдение о том, что такое было и возможно, потому что человек принимал контагам, то это вряд ли можно расценивать тоже как доказательную медицину. Нет, там именно эпизод про КПТНК или КПТНК, что ли, кислотность? Как раз есть панта гавра на Японии. Ну, прежде всего, вы видите, что много случаев, когда вы идете в калосином сахарит, как сахарит. Ну, не знаю, не знаю. Я лично этого исследования не видел. Можете мне потом скинуть ссылку, я посмотрю. Так. Я подумала, у меня еще есть вопрос тоже про провалы памяти. Вот, когда молодой человек сказал, если у меня просто стоит депрессия без психотических педагогов, но реально бывают провалы в памяти небольшие. Кто-то это списывает, что я выкладываю в себя ответственность или какие-то мое впечатление, что я иногда реально теряю память на короткий окрест времени и с трудом вспоминаю, что это было. И это началось, когда умерла моя мать 4 года. Я не помню вообще ни матери, ни всего того, что было. У меня прям полная амнезия. Я как-то ходила к психологу, она предположила, что может быть это больше какая-то психологическая защита темпотехиатрии, потому что ЧМТ не было того и других тоже. Чем это еще можно сказать? Ну, потеря памяти действительно, если это не органика, то, как правило, это всегда какие-то диссоциативные процессы. Без стресса. Как правило, да. Как правило, под других вариантов применения психоактивных веществ, но вы их не принимаете, так я понимаю. Я имею в виду... Мне столько раз с ума горем было, когда я выпивала, но я себя чувствовала нормально, вела себя нормально, культурно, а на утром я не помнила ничего. И все говорили, ты же не была пьяна, ты была милая, вежливая. Я не помнила. Ну, алкогольные палимцесты, это утрата воспоминаний на период опьянения, это все-таки уже первая стадия алкогольной зависимости, тоже маловероятно. Действительно, да, это наиболее вероятно, какие-то диссоциативные процессы, связанные с пережитым стрессом. по крайней мере, опять же, это не является симптомами депрессивного расстройства. Да, это не вяже. Спасибо. Касательно темы алкоголя, если, допустим, сидишь на СИОС, в частности на полоксетине, как часто и по предварительству их стоимость, какой сорт можно применить алкоголь? В смысле, можно ли сидр в стакан купить, или можно ли сортить? Ну, в принципе, любые психотропные препараты лучше не совмещают с алкоголем, ну, соответственно, чем меньше их совмещают, чем меньше дозировки алкоголя употребляется, тем лучше. Если говорить о том, что допустимо, плюс-минус, да, то это где-то эквивалент 150 мл вина, но желательно не чаще, чем раз в неделю. Ну, хотя в инструкции к каждому антидепрессанту там совершенно четко написано, что с алкоголем совмещать нельзя. Еще вопрос. Можно по второму? Да, давайте. По поводу деполярности сейчас, если к мне не важно, какого первого, второго типа, а вообще в предприятии состоянии, есть ли человек какие-то моменты, да, афиксивные, когда есть в прессе, когда приходит маленький человек, а может быть такое, что человек колеблется именно в течение дня, как в принципе подсмешиваются? Ну, может быть и смешанный эпизод, когда в принципе одновременно присутствует и депрессивная маниакальная симптоматика, могут быть эпизоды с быстрой сменой фазы. Да, это возможно, но все-таки, все-таки, да, если мы говорим о биполярном расстройстве, то для нормального полноценного диагноза биполярного расстройства требуется хотя бы один маниакальный эпизод. У меня был один эпизод, он был в восьмом классе, и я весь год был в 7-м мотивации, я еще спортом занимаюсь, я никуда не пью, у меня не какие-то утослужбы, потому что у меня все-таки идет, и я связал это, я думал, может быть, возможно, биполярное расстройство не будет. Ну, год это очень много, все-таки, как правило, при биполярном расстройстве маниакальный эпизод длится от нескольких недель до нескольких месяцев, год это очень много, ну и опять-таки надо смотреть, насколько вы были эффективны, потому что мания, если мы говорим про биполярное расстройство, это все-таки состояние неподуктивное, неэффективное, то есть человек, ну да, там нарушение сна, но самое главное, вся его активность, которую нас осуществляет, как правило, не приносит каких-то внятных плодов. Ваши это могла быть гипомания, или просто хорошо? Ну, это могла быть гипомания, это могло быть просто ваше нормальное состояние вне болезни вообще. Да? Да? Является ли паническая атака высшим проявлением тревожности? Ну, смотрите, если мы говорим про тревогу, тревога и паника, да, это все-таки несколько разные состояния. Тревога, хотя она может быть достаточно интенсивной, но это вещь достаточно расплывчатая, то есть это не страх чего-то конкретного, это ожидание каких-то неблагоприятных событий для себя. И тревога это состояние скорее такое склонное к хранификации, непрерывному течению, там, с какими-то колебаниями интенсивности, но тем не менее вот такое вот именно хроническое. Хроническая атака это именно пароксизмальное состояние, ну, в подавляющем большинстве случаев, то есть это именно в считанные минуты выход на пик максимального соматического ответа, то есть повышение давления, сердцебиения, дыхания, повышение тонуса мышц, расширение зрачка, ну, все вот эти адреналовые реакции, все это развивается максимально быстро, достигает пика, какое-то время держится и потом идет на спад. Я бы не стал проводить вот такую вот пролезь, что вот эта вот тревога, из нее обязательно вырастает паническая атака, которая является высшим проявлением тревоги, и потом дальше они идут, то есть это все-таки, хотя и действительно близкородственное состояние, но немножечко разное, то есть у человека может быть и высокий уровень тревожности все время, который никогда не проявляется панической атаке, у человека могут быть панические атаки практически без тревоги как таковой, поэтому, хотя они и родственные по своей сути, ну, и по своему, так скажем, полюсу, но это не единый процесс. Ради интереса просто, ради простого науки все, скажите, пожалуйста, сестраивали, творческий подъем и пипомат что-что? И гипомания. Да. Вот, скажите, гипомания, она вообще то есть непродуктивна, да, или что? Нет, гипомания может быть продуктивна, вот с гипоманией сложнее всего, если мы говорим о вот этих вот состояниях маниакальных, гипоманиакальных, потому что мания, мания, точнее, она непродуктивна, там однозначно совершенно, человек хватается за 50 дел, ничего не доделывает, у него не успевает язык за мыслями, он за все хватается, у него скачет эмоции, то есть он непродуктивен. Гипомания, она может быть продуктивной, то есть человек может быть крайне активен, крайне деятелен, ну, понятно, что вряд ли он может заниматься каким-то углубленным анализом в этом состоянии, но если он решает какие-то тактические задачи, или землю копает, или там выполняет то, что у него уже на автомате идет, ну, то есть то, что не требует вот сесть, задуматься, да, а то, что требует быстроты реакции, а само действие доведено, действие там, или решение алгоритма доведено до автоматизма, он может быть наоборот очень продуктивен. Часто люди, которые вот имеют именно гипоманиакальные эпизоды, а не маниакальные, они наоборот при лечении говорят, что можно вот как-нибудь так вот лечиться, чтобы вот у меня все время была гипомания, чтобы вот не выходить в норму темическое состояние, чтобы депрессии не было, не было норматимии, а было вот именно гипоманиакальное состояние, потому что я сверхэффективен, я счастлив, я здоров, я активен, я занимаюсь спортом, я все успеваю, я много читаю и так далее. Поэтому гипомания может быть продуктивной, но она все равно сильно истощает человека, то есть к сожалению, вот этот вот вариант, чтобы все время была гипомания, он не проходит бесследно, потому что человек, чем дольше в ней находится, тем более вероятно, что из нее он все-таки выйдет именно депрессивный эпизод в результате. Спасибо. Какая вся история, сравнивать, вот то, что именно глубина мысли, где именно глубина мысли идет, вот иногда вот смотришь такие вот, очень редко бывает, но глубина мысли вот такая вот, ну это художник, иногда вот такое что делает, иногда из этого слоя, будешь держать, пошли на половину это, сделаешь вычитание, потом то-то-то, потом все единишь и так-то-так-то, и вот иногда вот делаешь такой, типа лет уже дышит, а как вот это мысли-то шла, вот такая вот, это бывает редко, что это, что это, что-то такое возможно вообще, а потом делаешь, пробуешь, реально вот берешь попыток. Ну то есть может что-то толковое в голову прийти на фоне гипомании, так я понимаю, или что? Нет, я не знаю, на поезде имеется в виду свой подъем, что это такое, это вариант гипомании? Ну, опять же, почему обязательно должен быть какой-то диагноз или какая-то маркировка со стороны психиатрии? Может быть и просто творческий подъем без всяких диагностических критериев? То есть я бы не стал обязательно искать, что вот в этом должно быть что-то такое, что как-то называется каким-то термином из психиатрии. Одно другому не мешает, то есть, ну, у человека могут быть и если у него есть соответствующие заболевания, у него могут быть и гипоманиакальные состояния, у него могут быть и депрессивные эпизоды, у него может быть творческий подъем, у него может быть просто плохое настроение. Не обязательно все, что происходит с человеком, должно носить какую-то диагностическую рубль, по-моему, себе. Вот такой вопрос у нас, у меня есть приятель, у которого на фоне родовой травмы, у него небольшая опухоль, у нас будет эксцент ремонта, да, у Ваня? По-моему, его высочные доли. и также эпизоды эпилепсии. Эпилепсия, но она в ремиссии. Да, она в ремиссии, и он лежал с этим психиатрическим, в психиатрическом лечебнице, потому что он часто плечом. Там даже были эпизоды попытки суицида. А какая вообще в теории может быть у него диагноз? Могут ли чисто с эпилепсией положить? Но если у него были попытки суицида, то он уже только по этой причине мог лежать в психиатрической больнице. Ну, это да, это уже в процессе, в последствии. Вступаем, когда он уничтожен. Ну, понимаете, это уже область чистой фантазии, да? То есть, какой у него может быть диагноз? Да хоть какой. Острое полемофное психотическое расстройство, депрессивное расстройство, не знаю. Сумеречное помрачение сознания. У него, это кощенная наследственность, у него у матери синдром Плюшкина, и... А у него официальный диагноз пишет на нее или нет? Я вообще не знаю. Ну... Официальный диагноз, да, у нее нет. Ну, там прям, прям синдром Плюшкина очень тяжелый. Обычно плюшечная эпилепсия, она очень похожа, очень часто похожа на пультом плюшечный. Вы такой чудакового считаете? Ну, пусть с ним нормально общались. Ну, тут могут быть варианты, на самом деле, но это не стоит, опять же, заниматься фантазированием и чисто предположениями такими, вообще не видит человека. Просто с эпилепсией положить психологу не надо, да? Ну, если это чисто эпилепсия, без каких бы то ни было нарушений психики, то нет. Если эпилепсия, и у него параллельно с этим есть какие-то психические, тем более психотические, нарушения, то вполне. мы ему предлагали сходить к доктору, но когда ему хорошо, он говорит, что нет, мне нет, а когда ему плохо, ему так плохо, что он никуда не ходит. Ну, к сожалению, да, это часто бывает. то есть, какая-то фантазия еще есть. Осеннее весеннее обострение в психиатрии, да, чем это можно объяснить? Ну, во-первых, я бы не стал говорить, что это прямо вот строго обязательно, да? Я никак не, вот, за все свое время работы, я никак не отмечал, что ни в стационаре, ни в амбулаторной практике, что вот осенью и весной прямо конкретно больше пациентов становится, или больше обращений, или они более тяжелые. То есть, в общем и целом, плюс-минус, все приблизительно достаточно ровно. То, что имеет действительно однозначно подтвержденную связь с сезонностью, это сезонное эффективное расстройство. Вот там, да, там все напрямую зависит от продолжительности светового дня. Чем дольше инсталляция, тем, соответственно, такие пациенты лучше себя чувствуют. Чем, соответственно, солнце меньше, тем тяжелее депрессивные проявления. И у них, да, у них заболевание начинается, ну, в нашей широте, где-то в конце сентября-октябре, и до мая месяца они гарантированно имеют депрессивный эпизод. Им могут помогать мелатонинергические препараты, им может помогать фототерапия. Вот. Это четко связано. Отчасти, опять же, с вот этим периодом, с продолжительностью инсталляции, с тракодианными ритмами может быть связано обострение тех или иных, ну, в принципе, любого, на самом деле, не тех или иных, а почти любого психического расстройства. Но нельзя сказать, что это вот строгообязательно. Почему весна и осень? потому что идет изменение, то есть, когда мы находимся на пике уже, да, там, либо вот летнем, как сейчас, либо на зимнем, все более или менее стабильно. Когда каждый день продолжительность дня увеличивается, 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 и наоборот, сокращается, 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 это может более значимо влиять на человека. Еще какие-то вопросы? Давайте. Может ли человек сам себе помочь психотерапевтически? Есть ли вопрос? Да, может ли помочь человек себе психотерапевтически сам? Да, безусловно, может. Безусловно, может, и, собственно говоря, надо понимать, что психотерапия это в обязательном порядке участие пациента. В обязательном порядке. То есть, я бы даже сформулировал не так, может ли, правильнее было бы сказать, может ли кто-то помимо пациента помочь себе сам в психотерапии. В плане того, что, ну, как я понял ваш вопрос, имеется в виду, что вообще без участия специалиста там почитать, посмотреть, что-то освоить и использовать. Да, в принципе, очень много материалов по когнитивно-поведенческой терапии, которые можно изучать и использовать самостоятельно. Это, конечно, может быть менее эффективно, чем с терапевтом, но, в принципе, они вполне доступны. То есть, там достаточно логические, понятные действия требуются. Если их выполнять, то результаты будут. Самая-то ориентированная психотерапия тоже вполне освояема, так скажем, даже без специалиста и ее выполнение тоже дает результаты. Релаксационные техники совершенно без проблем могут быть освоены. Сейчас, в общем-то, есть масса их вариантов. Ну, другие, конечно, может быть посложнее, но, в общем-то, тоже никто не мешает изучать этот вопрос. Конечно, психоанализ самому себе не проведешь, но вот то, что я перечислил, это совершенно точно работающий инструмент, который, в общем-то, и достаточно доступный, и достаточно эффективный. Хотел бы еще заметить, что вот при исследовании эффективности, сейчас, какая вот психотерапия самая эффективная, да, культивно-поведенческая или еще какая-нибудь. Вот, были исследования мультицентровые именно по эффективности психотерапии и сравнение эффективности разных направлений психотерапии, как раз-таки эти исследования говорили о том, что плюс-минус любая психотерапия может быть эффективной. То есть, это не то, что вот культивно-поведенческая терапия, мы на нее теперь молимся, а все остальное мы негодуи отметаем, да. Если вам идет гештальт, или если там вам идет психоанализ, то, пожалуйста, он вполне может работать. по этим исследованиям, как я понял, по крайней мере, ну и, собственно, исследователи так и писали, что эффективность в большей степени определяется не конкретным видом психотерапии, а тем, что человек регулярно этим занимается. если регулярные занятия чем угодно, да, любым практически вариантом психотерапии имеют место быть, то, как правило, всегда есть результат. Ну, понятно, что чем более это будет гармонично с вашей личностью, тем результат, скорее всего, будет больше, но даже если это прямо не идеально вам подходит, но тем не менее вы можете последовательно и целенаправленно в этом направлении двигаться, то, скорее всего, результат вы получите. Процесс получения, по сути? Да, да. Да, да. Это как раз тот случай, когда даже не то, что обязательно научение, а сам по себе процесс как таковой даже. Просто сам по себе процесс, да, сам путь может быть более эффективным лечением, чем какое-то достижение конкретного там зена в конце. Да. Да, да. Мы это делаем, мы это делаем, мы это делаем. Программа самопомощи мы делаем. Все это, к сожалению, занимает больше времени, чем мы рассчитывали, но тем не менее она будет, я думаю, что вот в самые ближайшие месяцы, пока. Это уже декларм и рост и будет? Да. Скажите, вот какие психотерапевтические методики вы рекомендуете, ну, чтобы людей заинтересовало, то есть людей с расстройствами не психотерапевтические, у которых не психотерапевтические эпизоды, то есть заинтересовало, то есть как бы вовлечь в солнце, как-то вот заинтересовать людей, потому что очень часто встречаешься с такими людьми, хочется чем-то заинтересовать, но если бы было бы какое-то волшебное слово или какая-то волшебная методика, которую можно было бы сказать, там, или щеткнуть пальцами и человек бы вовлекся в социум, то было бы замечательно, все были бы вовлечены. Это очень индивидуально, то есть нету какой-то уникальной психотерапевтической методики для вовлечения людей с ментальными расстройствами в социум. Вот именно как раз тот вариант, что надо пробовать, надо подбирать, надо пытаться подобрать ключ конкретному данному человеку и если это удается, тогда он может там самолетики оригами делать и найти себя в этом и отлично в этот социум, в эту группу культуральную вписаться. А может быть наоборот ему надо штангу поднимать и ему будет от этого счастье. Так что все очень индивидуально. Единой какой-то волшебной методики нет. Как будто здесь с родными работать, есть человек очень без диагноза, но посещает вот эту группу. Но, к сожалению, я понимаю, что он может гораздо больше, он не остается фотографически, он остается на чем-то, но понимаю, что у него очень влияют его родственники. Ну, да, это, да, да. Так, господа, мы с вами заканчиваем. Время закончилось. спасибо за то, что пришли. Следующий раз через месяц, если захотите, можете пойти. Да.